Господь, прошлый год. Мы в Его руки полагаем свою жизнь, как Господь призывает. И мы возвещаем великую радость, что Иисус умер за грехи людей и воскрес, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ну, у вас Иисус, у нас Аллах. А вы Библию прочитали хоть раз? Нет, но мы, короче, Коран читали. Вот эту книгу ты прочитал хоть раз? Не до конца. Я говорю, 2000 мусульман передо мной прошло за 5 месяцев, и ни один не прочитал. Как это так? Как это? Ни один не прочитал. А мы Библию, если вы зайдете, допустим, у баптиистов, потом у других, 100% считали Библию. Как вам сказать? Я пока что намази не делаю, я только 25 смогу сделать, потому что я еще не до роста этого. Понятно. Я спрашиваю у мусульман, что самое ценное? Они не знают. Я говорю, намаз пятикратный, а у нас семикратный. После нашего намаза мы еще 100 поклонов делаем. Как вам сказать? У нас, короче, есть, которые одни, короче, пустозлонные, и другие нормальные люди, которые нормально делают для нас. Вот у нас женщины на храме, в храм ходят, два платка, как хиджаб надеты, нас за мусульман считают. Платье до полу. У нас нет ни абортов, ни разводов. В рот мы алкоголя не берем. Свинину, другое мясо в дом не запускаем. Да, у нас так же, но вообще отличий нет. У вас просто Иисус, а у нас Аллах. Ну да, я по своей книге говорю. Но от вашей книги, пятая сура, пятая, 47-й и 66-й аяты говорят о нас. Мы называемся люди Писания. А Писание в то время, в 7-м веке, когда вам книга эта была написана, там не было другой книги, кроме Библии. То есть мы называемся люди Библии. И дальше, говорит, нам Бог дал инжил. Инжил – это Евангелие. И в Евангелии нам все написано, что Иисус умер, распятый и воскрес. Я ссылаюсь на Евангелие. Ну а ты сам смотри, подходишь под это или нет. Ну это да, но мы просто сами отличаемся. Вы христиане, мы сами мусульмане. Мы, короче, во многом похожи, но говорят, что мы побольше. Мы, похоже, должны быть в любви друг к другу, в первую очередь. Не воевать друг против друга. Мы должны одинаково признавать, что Бог единый. Только мы признаем в Святой Троице, а вы этого не знаете. Но мы должны все иметь Спасителя, который освободил бы. За нас умер Христос. У вас этого нет. Вот говорят, а много ли расхождений? У меня одна книга вышла. У меня 38 томов вышло книг. И одна книга посвящена вот этой книге. Я ее разбираю по сурам и аятам в сравнении с Библией. Расхождение, несовпадение, 5216. Это не две. Это никак нельзя сказать, что одинаково. Одинаково любить даже родителей, заботиться о детях, не делать абортов, творить добрые дела, милостыню. Я вообще не понимаю, кто вообще делает аборты, потому что они убивают живых существ, ну, своих же детей, которые уже образовались. А вам сколько лет? Сколько лет вам? Мне 16 лет только. 16, а мне 81. Я скажу, что для мусульман вы 16-летний разумный парень. Не обкуренный, нормально глаза у тебя глядят. Мне очень приятно. Мы, когда ездили в миссионерской поездке, мы были в Баку и ночевали в доме мулы. Мула – это у них как священник. У них очень высокий уровень образования. Он разговаривает на шести языках, а жена на четырех. У нас в православии я такого ни одного не встречал пока. Ну, я знаю. Короче, я только знаю из этих, ну, многобожьих, из, ну, которые верят в метод. У них не один Бог, как у нас, а у них очень много. И говорят, типа, кто верит в многобожьих, извините за мой русский, я нехорошо говорю, поэтому... У нас символ веры, кредо, называется «Верую во единого Бога». Слова «во единого Бога» на первом месте. Но только у нас Бог в троице, Он единый в трех лицах. Но у нас не два Бога, один... А у них многобожье, у них на дне есть Бог солнца, Бог воды. Это про индусов, короче. И, типа, говорят, что Аллах, короче, един. И если там будет многобожье, то... Если человек, типа, ну, верит в многобожье, то он обязательно попадет в ад, ну, поплатится за это. Ну, всего вам хорошего. Вас как звать-то? Спасибо. Меня Аслан. Аслан. Я Игнатий Тихонович Лапкин. Я помолюсь, чтобы Господь был с вами, чтобы нам не погибнуть, чтобы быть в Царстве Небесном. Не в аду. Спасибо. Храни вас Господь. До свидания. Принесли сюда свет Библии, чтобы люди не творили беззаконие мужеложество, которое здесь развито. Всякое безумие. Возвестить великую Божью любовь, что Иисус умер за грехи людей и воскрес, и зовет всех к покаянию, чтобы жили по заповедям Божьим. Вот если... За слова к вам обращаю, не переключай. Ты знаешь, что мой дядь? Да, великая милость Божия, что нам позволил Господь встретиться сегодня трезвыми. Мы принесли в свет Библии и Евангелие, которая у вас называется Инжил, чтобы люди знали, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес, и всех зовет к покаянию. Чтобы жили свято, чисто. У меня сейчас один зашел и говорит, ну а как мужчина любит мужчину? Я говорю, вы садомитов называете? Я не могу избавиться. Я говорю, очень легко избавиться. Определите паспорт в Шенгенскую зону и поезжайте в Саудовскую Аравию или в Тунис. Вам руки свяжут с 24 этажа вниз головой. Там долго разговаривать не будут с вами. И все. Почему вы ей парады там не делаете? Почему? Я им ответил, почему. Наказания нет. Почему при Гитлере не делали, при Сталине не делали? Почему? А да потому что распустили власть. Потому что среди мусульман не заиграешься. Там живо тебе рога отпилят. Мне это очень нравится. Вот у нас рассуждают от школы, на сколько метров пивной ларек построить. Ой-ой-ой, то он не добежит ребенок туда. Я говорю, а почему мусульман этих вопросов не ставят? А потому что за пьянку его голову, говорит, на штахет. И все кончилось. В Китае коррупционер. Тут же расстреляли его на стадионе. А в России разворовали государство, и вопросов нет. Я не за казнь, но за то, что не надо обманывать людей. Надо убивать тех, кто... Надо жить свято. Вот на меня закон этот не действует. Почему? А мы этого ничего не делаем. Спрашивают меня мусульмане. Это вы Евангелие показываете. А у нас другая книга. Я говорю, вот это может быть. Ой-ой-ой, да-да. Я говорю, считай, что написано. Ты должен знать. Я говорю, у вас пятая сура, 47-й аят, 66-й, написано про нас, люди Писания. Это о нас говорится, о христианах. И нам дан инжил Евангелие. Инжил Евангелие. А вы знаете, что я считаю? Да, мы верим в это. Верим, что Христос пришел во плоти, о чем говорит евангелист Иоанн в первом послании. А знаете, что я считаю? Что писал? Нет, что я считаю. Что вы считаете? Да. Сейчас, в данный момент, я не знаю. Я считаю, что людей делить на конфессии, национальности и вероисповедания и так далее. Знаете, я скажу, что конфессия, динаминация, все это враг придумал. Под этим покрывалом гнилым, слово ересь. В Библии есть верующие, христианин и еретик. А еретики там разные, разные, баптисты, адвентисты, 50-ники, иеговисты. А не конфессия, динаминация. Это ложь, демонизация. Надо веровать. Вот у нас, у меня вышло 38 томов книг, и Бог положил подарить их библиотеке мира. И мы, я в Барнауле нахожусь, а мы проехали до Владивостока и до Лиссабона, Прибалтика, Скандинавия, Север и Турция. И в Азербайджане ночевали, стоянка была в доме Муллы, мусульманина. Мы там были. Ходили вместе в мечеть. Там молился я по-своему, по-христиански. А потом мы были в храме. У нас в Барнауле очень спокойная обстановка. Мы свидетельствуем, беседуем. У нас вражды нету. Это очень страшно. Да. Мы это делаем все во имя Божие. И вот они нас, мусульмане, спрашивают, а вы свинину не едите? Я говорю, у нас вообще мясо... Нет, как нету? А мы никакое не едим. Ни верблюда, ни лошадей, ни собак, никого. Просто не едим. У нас растительная пища. А пьете? Я говорю, в рот не берем. У нас женщины одеваются. Два платка вот так вот. Вы зайдете, если на нас, кстати, увидите, как хиджаб. Мужчины все с бородами. А тут работают на дорогах, делают там узбеки, туркмены. А они когда увидят, наши мусульманки идут. Я говорю, это православные. Нет, это наши сестры. А дорогой нас за ваххабитов принимали. А мы все с бородами. У нас бороду нельзя трогать. Ни усы, ни бороду. Вот, смотри, моложе меня. Сынок, ну-ка, подойди сюда. Владео. Алло. Зазаняты там со своим. Вот вы, если зайдете на наш YouTube, называется «Во свете Библии». И там вы увидите, как у нас люди одеваются. Как мы деревню строим православную. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. А вы где находите? Алтайский край. Это от Барнаула 150 километров. А чем вы занимаетесь? А? Чем вы занимаетесь? Сельское хозяйство. Там держат коров, коз, овещек, птицу. Была пасека, но сейчас нет. То есть, и у старосты, у него 430 гектар пашни. Пшеница, ячмень, горох, лен, гречка. Понятно, понятно. Что, все хватает? Вот вы, интересно, это не пьяный, вот тоже мне это приятно очень, и не раздетый. Тут половина раздетая. Да, да. А эта рулетка, тут процентов 90 мусульман, она мусульманская рулетка-то. И главное, а я говорю, а вы зачем здесь? Я-то пришел проповедник, меня Бог послал, врача к больным. Ну, познакомиться с кем знакомиться. Я говорю, тебе дома 4 жены разрешается за каждую колым платить. А тут 44, даром голая. И вы, я говорю, южные жеребцы на северных кобылах пашите тут. Ха-ха-ха. Я говорю, что смеетесь-то? Я же знаю. Своих бережете, как глаз свой. А еще же и не во что. А вот интересно, наши идут, когда женщины? Никогда на наших женщин слова плохого мусульмане не скажут. Они идут, красавицы. Платье до земли. В два платка, да еще с кружевами такое. Хиджаб. И на свадьбе жених такой же, с бородой. И невеста. А почему она в хиджабе? Потому что это старинная русская форма одежды. Посмотрите, Сурикова, Поленова, Репина. Везде одинаково. С поясами. У нас без пояса нельзя ходить. Вот он, пояс надетый. Видите как? Вот хоть какой-то. Потому что 109 раз в Библии говорится о поясе. А Новый год? Новый год это не праздник. Это Петр Первый придумал. Мы новогодние молитвы есть. Мы благодарим Бога за все, что сделано с нами. Как Он хранил нас, как защищал. Мы благодарим Бога. Но это не религиозный праздник. Никаких Деда Морозов нет. У нас елки не украшают. У нас ничего этого нет. У православных нет Нового года, наверное? Да, у них православные есть. У нас тут храм, мы в храме с тарелкой не ходят. У нас нету, чтобы священие догорело. Этого нету, вообще нету. Торговли никакой нету. У меня брат священник. Мы новую деревню строим. У нас православные мы все. Но только все, чистота, полная тишина. Ни одного шага никто не сделает. Ни шепотом, ни одного слова. Платят. Видите, вот я, когда меня арестовали за Слово Божие, я среди 50 книг насчитал аудио, и архипелагулаг. И брал интервью репрессированных. И меня осудили в 86-м году. И привезли, они знают, я на нескольких языках разбирался. И меня поставили туда, где я не знаю язык. Казахстан, Джамбульская область, город Жанатас. Серьезный лагерь. И теперь там мне бороду снимать. Я писал, говорю, сделайте мне срок дольше. Из общего лагеря переведите в строгий. Я согласен. Но не трожьте бороду, не положено. Ну ничего, пришел замполит, просто расстелили. А парикмакер чеченец. Он стряжет, а рука дрожит. И он говорит, а меня Аллах не накажет, что я делаю это такое? Я говорю, да ты не виновен. Тебя заставили. Я бороду собрал. У меня сейчас две бороды. Одна в конверте, а другая на мне. Да. Понял, понял. Хорошо, хорошо. Ну все, тогда если вопросов нету. Нету, нету. Если будет желание встретиться в скайпе, вы меня найдете. Игнатий Лапкин. Два слова. А если зайдете в YouTube, во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там большой, большой у нас 18 860 роликов. Я отвечаю студентам на вопросы. Там милиция, радиопрограммы ходовел. И они сейчас по одному файлу выходят. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Да. Так, с Богом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok